так сейчас мы оценим наши результаты с покраской покраску мы делали железным купоросом вот он обыкновенный садовый железный купорос который имеет вот такой ярко-красный или оранжевый такой скорее цвет или желтый так вот это исходная плитка она была чуть подкрашена красителем который добавлялся в воду вот гипсовый материал вот эта плитка именно делалось песок и гипс в соотношении почти там один к одному три ложки на одну плитку три ложки песка пять ложек гипса вот эта плитка раньше окрашивалась уже вот железным купоросом как видим в этой плитке более такая структура вот такая вот скажем так более неровная вот тут четко видно вот такие артефакты вот эти дырочки вот эти дырочки которые здесь находятся вот сейчас я не знаю откуда взялись эти артефакты или это при заливке воздух попал мне кажется что нет мне кажется что именно в процессе выдержки медном купоросе происходила реакция когда эти пупырышки гипса вроде вымылись и получился вот такой артефакт приближающий эту плитку точно один к одному к песчанику который вот имеет вот такой вот внешний вид прокраска полностью не произошла в этом материале так как эта плитка изготовлена была только из гипса и песка но для того чтобы она имела еще более полноценный вид и более была прочной состав нужно было добавить еще и здесь сейчас мы в дальнейшем проведем еще один такой эксперимент добавление извести вот видите какая то струк какая структура красиво выглядит точно как природный песчаник красивая если лакировать еще лаком скрытому и вот специальная эту плитку не вынимал чтобы увидели вот какая здесь произошла целый такой вот мир да как это все здесь находилась я вчера его бросил и забыл за нее вот если это все так нарушить то произойдет какой-то момент этот осадок давайте получим так попробуем извлечь и посмотрим что здесь произошло так появились вот такие артефакты ну честно говоря скорее всего что нет таких артефактов у дырочек не появилась но при изготовлении при заливке плитки именно вот с имитацией природного камня вот такого вот именно ракушняка нужно не бояться того что резкая перемешка или даже мешалка когда мешать эти пузыри которые образуются потом не сильно утрамбовывать для того чтобы эти пузырьки не выходили они дают очень красивую такую имитацию натурального ракушняка вот эти дырочки у нас плитка суд немножко закошена скорее всего под под кору древесины если так взять с такими вот красиво вот и это плитка которая пролежала с вчерашнего дня ну скажем так дырочки мне не появились я ожидал что не появится но они не появились значит они дырочки появляются процессе заливки вот она имеет она это сухая это мокрая но цвет у нее очень такой природный выглядит как будто натурально какой-то с этим оттенком такой натуральный сам по себе камешек но это с артефактами вообще бомба и значит давайте вот сейчас поместим вот эту плитку которая еще не обработана железным купорсом и сначала я думал что здесь происходит просто там какое-то бурление там набирание воды этим гипсом но здесь скорее всего происходит еще как это очень такая вот хитро мудрая химическая реакция и в особенности если это все происходит еще и здесь добавить в эту плитку то здесь вообще происходит очень давайте послушаем что происходит такое шипение произошло да мы пустили так я вот закончу относительно извести если будет известь добавим добавлено в этот состав то вы вместе с замачиванием в железном купоросе происходит химическая реакция и в результате у нас образуется то что называется железный гипс или мертвый гипс то есть мысли не то что он умирает в плане того железный или мертвых того что он получается просто колоссальной прочностью он намного будет прочнее чем тот гипс который сделан эта плитка которая сделана просто из смеси песка с гипсом сейчас мы проведем следующую партию мы будем делать уже с добавлением и в результатами мы с вами поделимся вот весь свечной заводик что необходимо для изготовления такой плитки вам нужно просто напросто силиконовая форма вот такая емкость песком емкость гипсом ведерко чтобы это все смешивать но сюда еще добавим сейчас ведерко с известью и краситель такую плитку каждый может сделать у себя на кухне каждая домохозяйка или ребенок у меня вот эту плиту делает ребенок которому 12 лет так что чего желаю вам ну 0 0 0 0 0 а